привет меня зовут павел мне 46 и это моя история полная боли страданий я приехал в штаты в 2017 вообще это в мое второе покорение америки первое было пять лет назад в 2012 году когда я приехал и попытался остаться впервые в америку я приехал в 2003 году как турист посмотреть вообще что за страна потому что в конце двадцатого века в конце двадцатого века звучит в девяносто седьмом году сюда приехал отец мама и младший брат они приехали сюда по работе это понять вообще что это за страна мне было интересно хотя я перебираться сюда не собирался у меня на тот момент была очень интересная работа и я не видел себя здесь вообще ни в какой роли в 2003 мне показали визитные карточки американские это нью-йорк на пару дней скатались я посмотрел на эти невероятные дома которые не помещаются в объектив фотоаппарат мы слетали в лас-вегас на два дня и там я впервые для меня это была полнейшая экзотика конечно поплавал в бассейне с изумрудно-голубой водой под пальмами и звездами в 2010 когда россия снова стала участвовать в лотерее green card заполнили анкеты ничего не выиграли на следующий год в одиннадцатом году также заполнили не выиграли но судьба провернула интересный финт лотерею отменили результаты лотереи отменили и переиграли и внезапно выяснилось что мы выиграли гринку и осенью 2012 я сюда прилетел пришел работать как всякий начинающий иммигрант надо было с чего-то начинать пришел работать в садик для старичков он здесь буквально за углом находится садик здоровья и остался на полгода это была довольно простая работа нужно было понять вообще как здесь все устроено и потом уже двигаться дальше там не очень много места для парковки поэтому всякий раз приходится себе искать местечко куда машину приткнуть она всегда находится но через 25 нецензурных слов народ никак не хочет думать о других соседях есть место на две машины не поставит посредине одну и не спереди не сзади уже не поставить любят народ поговорить остановится посредине хорошая тумбочка вот примета времени конец августа начало сентября все переезжают и можно набрать себе в комнату в квартиру мебели самые разные кресла стулья столики посуда всевозможные лампочки торшеры и прочее особенно ярко это все видно в районах компактного проживания студентов вокруг колледжей где там народ снимает где общежитие и вообще ой там такие развалы просто едешь и а 1 31 августа 1 сентября жуткие трафики вот в этих улицах где народ одни одновременно заезжают другие в это время выезжают зачастую одни и те же люди на головах друг у друга сидят и эти грузовички в три-четыре ряда и не проехать не пройти кошмар и потом у мусорщиков богатый улов я так себе кресло буквально пару-тройку дней назад притащил такое мягкое как я его называю шекспировское такое но старорежимное и потом точно также с улицы уволок неплохой журнальный столик даже поставлю на него лампу и буду по вечерам кофеек отставив в сторону мизинчик не буду звать ватсона совершенно ни к чему мне одному очень хорошо и комфортно с ватсоном делиться надо уходил из дома в 7 часов возвращался около 11 и в таком режиме провел где-то около наверное месяцев 4 не могло не сказаться это все такой знаете стресс с одно с другим сложилось и физический и эмоциональный и географический и не знаю какой еще к сожалению заболел какой-то непонятной болячкой и лежал дом три недели не был просто не разогнуться с работы с этой пришлось уйти к сожалению потому что им нужен был человек я неизвестно в каком состоянии сидел бы еще на счастье мои коллеги российские сказали павел возвращайся без тебя там как-то скучно грустно и нужно работать и поэтому я принял решение вернуться обратно в россию и до семнадцатого года раз в год приезжал сюда чтобы подтвердить свой статус дочка закончила школу в россии в пятнадцатом году что ли я уже не помню и приехала сюда к дедушке с бабушкой в семнадцатом году стало понятно что все-таки нужно перебираться от возникли некоторые проблемки решать которые пришлось мне я по большому счету бросил все в питере и приехал сюда и моя вторая америка началась 1 ноября 2017 года по иронии судьбы я опять пришел работать в здоровье я здесь водитель я здесь помощник я здесь ассистент я здесь соцработник я здесь ведущие культурно-массовых мероприятий ну конечно не один а вместе с коллегами и ремонтник и все 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 вместе взяты что интересно я на этой работе чувствую себя достаточно комфортно достаточно гармонично я вижу в этой работе большой гуманистический смысл я для себя его объясняю так что мы продлеваем людям жизнь лишь средний возраст наших гостей 90-93 года при том что у меня довольно специфический бэкграунд в россии я работал оперуполномоченным уголовного розыска бегал с пистолетом за бандитами в те самые лихие 90-е в 1992 я поступил в среднюю специальную школу милиции в стрелку в 94 закончил лейтенантом вернулся работать в свое подразделение в колпинской рвд где до 96 года трудился по линии борьбы с незаконным оборотом оружия боеприпасов и взрывчатых веществ по факту мы работали конечно по всем преступлениям которые совершались в районе конечно у меня были мысли о том как использовать мой профессиональный опыт здесь но в силу возраста в силу не совсем хорошего знания английского признаемся эта тема была но если не закрыта то оставалась где-то на периферии но я предполагал что поработав какое-то время здесь на этой позиции яку куда-то пойду дальше но со временем понял что мне здесь нравится что мне здесь хорошо мне здесь комфортно и не вижу смысла пока что-то менять и вроде как одному с одной стороны комфортно я стараюсь искать какие-то положительные стороны в этом иначе совсем можно в какое-то болото нырнуть и потом не вынырнуть из этой депрессухи из этой грусти какой-то из этого питерского сплина который я привез с собой а тут же скоро понимаешь осень а я же еще этот плювиофил мне дождь подавать серое небо размытые тени и тогда я начинаю отчаянно ностальгировать буквально пару дней назад в моему родному городу колпино колпинцы привет исполнилось 299 лет и я сидел там целый день в сети смотрел фотки как народ отмечает день города правда по причине антиковидных этих ограничений ничего особенного не происходило шествия не было как последние три года последние года последние три года я участие принимал активное в этом во всем в этом безобразии клятвенно пообещал друзьям товарищем что через год когда будет 300 лет колпино я приеду и мы зажжем по большому счету ничем не отличается как говорил винсент вега в криминальном стиле все тоже самое дерьмо что у нас но только вот эти маленькие отличия вот эти маленькие отличия иногда царапают а сравнивать не надо потому что начнешь сравнивать и будет сложно остановиться и так как ты привык к другой стране к другим людям к другим отношениям ко всему другому то непривычное будет но если не пугать то ты будешь к этому относиться настороженно и это будет вызывать скорее негативные эмоции тем самым подпитывая какой-то внутренний негатив что не есть хорошо поэтому я для себя такое правило вывел я принимаю страну такая как такой какая она есть не сравнивая с россией до поначалу хошь не хошь ты все равно сравниваешь те же самые цены в магазинах но с усилием воли заставил себя дело прекратить потому что смысла в этом никакого нет абсолютно и для всех кто собирается куда-то переезжать в америку ли не знаю в аргентину в любую другую страну не надо сравнивать живите так как живете принимаете страну такой какая она есть будет гораздо проще будет гораздо легче если есть чем заниматься слушай а страна-то интересная по ней кататься ее узнавать ее учить с ней знакомиться ух и она разная при этом куда-то не приехал ты везде найдешь связь ты везде найдешь какой-нибудь стоп-н-шоп какой-нибудь хоум дипо и везде найдешь макдональдс а что нужно человеку чтобы спокойно встретить старость сейчас поедем на работу не до работы отсюда ехать 15 минут ровно что очень удобно это и зарядка и свежий воздух и положительные эмоции которых в последнее время очень не хватает машины пользуюсь достаточно редко только если выходные куда-то поехать далеко на какой-нибудь океан на какое-нибудь озеро на маяки вот кстати маяки маяков массачусетте 69 штук и выше по побережью и ниже других штатах тоже хватает обожаю на маяки кататься они для меня даже такая-то философская категория что ли стоят на стыке двух пространств на стыке океана и суши показывают кому куда надо кому куда не надо ну а тебе уже самому вот принимать решение нести ответственность зато куда ты едешь чего ты будешь делать как ты будешь дальше жизнь в америке это вопрос ответственности государства перед гражданином и гражданина жителя перед государством два раза я был приятно удивлен тому как государство относится к своим жителям первый раз когда весной 20 всех закрыли на карантин и наш садик тоже ушел на карантин мы остались без без зарплаты естественно и встали на пособие подали заявку я удивился с какой простотой и скоростью эти заявки были приняты и нам начали платить пособие по безработице то есть от нас не требовалось никаких особых бумаг нас не требовалось никаких особых заявлений справок того что например нужно было собирать в россии еще не факт что тебе бы что-то обломилась а здесь заполнил простую форму в сети отправил ну написал кто ты что ты отправил через две недели пришел первый человек я был в полном восторге я звук кто я такой я начинающий иммигрант работаю на какой-то простенькой достаточно работе до плачу налоги но когда я попросил государству мне помочь государство сразу помогло надо сказать что конкретно с этим местом вот с этим порчем на живописном берегу реки чарльз у меня связана масса приятных воспоминаний тут я познакомился с одним замечательным чуваком его зовут харри фридман он как вы догадались местный американец он bird watcher и bird фотограф фотограф фотографирует птичек с его помощью посмотрев на то как он их фотографирует вообще я для себя птичек то открыл с другой стороны они сшинки потрясающие существа как выяснилось и с этого момента у меня началось достаточно серьезное увлечение фотографии поэтому я себе купил довольно неплохой фотоаппарат и с тех пор числю себя в числе таких диванных фотографов диванных орнитологов река чарльз и вообще бостон сам по себе он достаточно массачусетс новая англия достаточно богата в плане животного мира птиц здесь невероятное количество взять хотя бы то что можно понаблюдать здесь это и красные кардиналы которые являются символом массачусетса и иблги красноплечьи трупиалы и кваквы цапли белые серые кошачьи пересмешники огромное количество флоры и фауны кто это это кошачий пересмешник по моему судя по голосу я уже по голосу научился определять и животных здесь огромное количество всяких разных енотов опоссумов бобров по берегам койоты заходят иногда оленей видели чё только нету штат очень зеленый город сам по себе очень зеленый что немаловажно по сравнению с питером конечно это джунгли и периодически сюда приезжаю что на или на велосипеде или пешочком дойду с фотоаппаратом и хожу вдоль берега снимаю птичек что-то даже распечатываю и дома на стене у меня висят несколько фотографий цапли и черепахи кваквы кваквы недавно появились я до этого здесь не видел такие маленькие толстые цапли очень забавные вот это покажу Спортивный Бостон. Сейчас мы где-нибудь вот туда поставим машину. Я когда работал одно время на доставке еды из ресторанов. Наверное, все через это проходили, начинающие эмигранты. После работы садился и катался где-то до 11 вечера. И вот тоже по навигатору, естественно. И вот тоже как-то вывел меня в этот тоннель. Думаю, ладно, фиг с ним, разберемся. И он меня куда-то повел, повел, повел. И куда-то в Саммербиль уехал. И уже звонят эти менеджеры, которые отслеживают кто где. Почему вы уехали туда, куда вы уехали? Потому что вот... Потому что гладиолус. Здесь-то я знаю дорогу, уже с закрытыми глазами. А вот иной раз в эти большие заедешь. Навигатор-то не работает в тоннеле. А ехать-то надо, не остановишься, не посмотришь. И уже так это по наитию. Я не представлял себе, что вообще, когда бы то ни было, окажусь здесь. И буду жить в Америке, буду ездить на машине по Америке. Мне такие вот вехи отмечал. Так, я приехал в Америку. Я еду в автобусе в Америке. Я еду по Америке в автобусе. Потом, о, я еду по Америке в метро. Это американское метро. Потом, когда купил машину, эту первую свою. О, я еду по Америке на машине. И вот стараюсь запомнить эти ощущения. Как вот я вот руль, там все дела. Я еду по Америке. А потом уже, ну да, я еду по Америке. Америка вокруг меня. И это прикольно. Так же коснулось и, когда я купил пистолет. Я купил себе пистолет. Я скучал по пистолету. Я скучал по своей прошлой работе, по уголовному розыску. Скучал так, что мне даже периодически до сих пор. 23 года уже прошло, а мне до сих пор эта работа снится. Причем в таком достаточно комичном варианте. Я прихожу к себе в РУВД. Я вижу своих друзей, товарищей, коллег, соратников. Они чем-то занимаются. Они пишут какие-то бумаги. Они бегают по коридору. Они разговаривают с людьми. Занимаются нормальной работой своей. А я в этом сне, я хожу. И я не знаю, чем я занимаюсь. И мне страшно от того, что сейчас меня в коридоре встретит мой начальник и спросит, Захаров, чем ты занимаешься? А я не могу ответить, чем я занимаюсь, потому что я не знаю. И просыпаюсь в холодном поту. Так вот, я скучал по своему пистолету и неожиданно подумал, а почему бы и не попробовать приобрести? Тем более, что культура оружейная в Америке развита очень хорошо, стволов на руках много-много миллионов. Одни больше, одни меньше, подумал я. Пошел в местную полицию. Я тогда жил в Уотертауне. Пошел в местную полицию, взял бумаги, какие я должен заполнить для того, чтобы приобрести, получить лицензию, получить лицензию для начала. Закончил курсы однодневные. Это было достаточно просто. Как вы понимаете, потому что оружие я знал, куда вставляются пульки и в какую сторону они летят, куда нажимать, все это было знакомо. Получил сертификат, заполнил анкету, получил два reference letter, такие коротенькие характеристики, с работы и у соседа взял, что я хороший человек и мне можно доверить пистолет. Отнес все в полицию, детективу, который отвечает за вопросы эти лицензионно-разрешительные. Буквально через пару недель меня пригласили на собеседование. Собеседование прошло совершенно банально. Меня сфотографировали на фоне ростовой таблицы. Без таблички в руках, хотя я очень ждал. Откатали отпечатки, пальчики взяли и сказали, с вами свяжутся. Буквально через тоже короткий промежуток времени позвонил супертендант, который отвечает за принятие решения. на ломаном английском я с ним поговорил, слава богу. Я понял, что он от меня хочет. Он понял, что я хочу. Сказал, окей, ждите, вам позвонят, когда ваша лицензия будет готова. И вся процедура у меня заняла где-то около трех месяцев, что быстро, что быстро. Я получил карточку и пошел в магазин и купил себе пистолет. Познакомьтесь с моим другом. Это 9-миллиметровый Taurus G3 Compact. Проверяем. Безопасный. Три магазина по 10 патронов в каждом. Я посчитал для себя важным купить пистолет, реализовать свое право. Ну и плюс к всему я скучал по своему пистолету. Макарова в магазине не нашел, значит я купил Макаров. Ну, бразильский Taurus мне очень понравился. Это такой, знаете, бразильский Glock. После того, как Австриите сделали Glock, все решили тоже сделать себе Glock. И вот один из образцов в средней ценовой категории. 300 с небольшим долларов. Полуавтомат. Прекрасная вещь. Уберем. Обратите внимание, классическая примета времени. Американцы отмечают день рождения. Просто собрались все в парке, надули шарики, нехитрую снеть разложили на столы. И развлекаются, кто вошел в гараж. Слезёт. Прекрасная вещь. Самое время. Американцы отмечают и crackers. Да. Наука. Когда я два месяца на братишке жил, каждый вечер выходил с электронной книжкой и сидел на скамеечке, читал. Свежий воздух, ветерок, солнышко садится. Как только солнышко сядет, выстрелит пушка на USS Constitution. Не знаю, услышим, не услышим, закаты еще далеко. Слушай, а тени красиво. Смотри, дорожка и от старого пирса бревнышки такие щербатые. Очень часто в таких местах забавные ситуации случаются в таком плане. Если приходишь просто, гуляешь, наслаждаешься, и сюда приходят какие-то парочки, друзья приходят между собой, там что-то. Ну, не мои в смысле, а вообще люди гуляют. И вот они начинают фотографироваться, там, селфи, все такое. Я стою уже обреченно жду, что они сейчас меня попросят их сфотографировать. Уже вот так, спротянули, далеко и стоишь, говорю, ну давайте уже, попросите меня вас сфотографировать. Ситуация такая была забавная. Гулял, не поверите, по кладбищу. Маунт Оберн, мемориальное кладбище, очень красивое место. Тихое, спокойное, зеленое. Птички поют, солнце светит. Я поехал птичек пофотографировать, соответственно. Вижу напротив меня, где-то метрах в 50. Какая-то компания идет, тоже гуляют, смотрят, наслаждаются видами. До меня доносится русская речь. Я неспешно иду вперед, в сторону их. Они идут ко мне. И слышу, парень говорит, девушке смотри, какая у него футболка прикольная. У меня была достаточно красивая футболка с видом Бостона. Я хочу такую футболку себе. Надо спросить, где он ее купил. Спроси, ты по-английски разговариваешь. Думали, что я местный. Она подходит ко мне и говорит, hello. Hello. Tell me please. Начинает с трудом вспоминать английские слова. И пытаться спросить, где же я купил эту футболку. Tell me please, where are you? Я говорю, я говорю по-русски. Она говорит, да подожди. Tell me please. И тут до нее доходит. Я говорю, я купил ее на Парк-стрит. Советую хороший сувенирный магазинчик между Мэйсисом и станцией метропарк-стрит. Вот на этой вот улочке, где футкорт. Дешево и сердито. Вообще, локация очень удобная. С точки зрения места я доволен, что сюда переехал. И случилось внезапно, на самом деле. Я увидел объявление, что сдается комнатуха. Приехал, познакомился, посмотрел. Все очень понравилось. И буквально в три дня перевез вещи. Их у меня не очень много. Я стараюсь не захламлять свой быт. Три больших окошка, что для меня принципиально важно. Потому что в бейсменте, где я жил до этого, там маленькое окошечко было где-то под потолком. Приходилось нагибаться, чтобы не стукнуться головой про люстру. Место здесь удобное, в том числе и потому, что 57-й автобус останавливается. Буквально за углом очень удобно до центра добираться. И вокруг много всяких по Вашингтон-стрит, всяких магазинчиков, кафешек. Я прошел, посмотрел, что здесь есть. Тату-салон есть. Я даже как-то постоял, поглядел, потому что давно меня подмывает мысль сделать себе какую-нибудь небольшую татуировку. Не знаю, какую склоняюсь к иллюстрации из блокнота Чарльза Дарвина, которую он сделал, когда путешествовал на Бигле в своей кругосветке. Это знаменитое «Я думаю». Такое созвездие, иллюстрирующее эволюционные процессы, эти расходящиеся линии. Мне кажется, это очень такая философская штука и довольно популярный сюжет для татуировок. Рядом речка, до работы очень недалеко, поэтому я вот на велосипеде сейчас. Пора бы уже двигаться. 15 минут буквально до работы. Так вот, я приходил сюда каждый вечер, садился, читал. Солнышко садилось, становилось темно, и постепенно загорались огни даунтауна. Очень красиво. Своего рода гипнотическое зрелище. На недельку до второго куда-нибудь прокатиться, посмотреть на тот же самый Лос-Анджелес, который мне очень не понравился, на Сан-Франциско, который мне очень понравился. И снова прокатиться на машине по шоссе номер один от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, чтобы океан справа, горы слева. И вот это вот фантастическое побережье. Прибой, волны. Здесь какие-то и инки, тут вам и Центральная Америка, и Карибы. Тут вообще все представлено. Друзья, это была моя история. Она еще не закончена. Когда она закончится и чем она закончится, совершенно непонятно. Но я уверен в одном, что это будет интересная история. Если судьба предоставляет вам шанс попробовать что-то новое в своей жизни, вы меня простите, пожалуйста, за пафос, но по-другому не сказать. Воспользуйтесь этим моментом, воспользуйтесь обязательно этим случаем. И открывайте новые страны, открывайте себя в новых странах. Я уверен, у вас все получится. И, на мой взгляд, мне, пардон, пока не с чем сравнивать. Но Бостон это идеальное место, чтобы начать какую-то, почему какую-то, новую жизнь. Учите английский, отращивайте какие-то новые хвосты для жизни, в новой жизни. Отбрасывайте старые и ненужные. И я уверен, все у вас получится. Приезжайте в Бостон. Ждем вас в гости. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!